Итак, остался позади благотворительный и самый трогательный марафон «Наши дети». С каждым годом неравнодушных белорусов, которые находят время и дарят положительные эмоции тем, кто в них особенно нуждается, все больше. А потому что и в этом, признаются абсолютно все участники республиканской акции, приятнее дарить, чем получать. И они дарили на протяжении месяца. За это время только по предварительным подсчетам организации, банки, и общественное объединение передали в детские учреждения материальную помощь, оборудование и подарки почти на миллион рублей. В Минске сегодня торжественно завершился благотворительный марафон «Наши дети». В этот раз главными героями праздника стали те, кто весь месяц его создавал. Сто самых активных пригласили на премьерный показ мультфильма. Заслужили. Со спектаклями и концертами эти ребята объехали дома-интернаты, приюты и больницы. За сказочным действом каждый раз наблюдали их сверстники. И главной наградой в этом случае стали искренние эмоции, которыми обменялись участники грандиозной сказки под названием «Наши дети». Вам больше нравится дарить подарки или получать подарки? Дарить. Дарить. А почему? Потому что это будет приятно для своей души. Потому что ты даришь, видишь, как другой человек радуется, и это тебе дает частичку радости, счастья. Каждый ребенок очень ждет нашего приезда. Им очень нравятся наши концерты, то, что мы им дарим подарки. Мы со всей школы собирали им подарки и дарили им. Само общение, наверное, это самый главный подарок. Потому что есть дети, которые в силу разных причин изолированы, они не могут выйти на улицу, не могут пообщаться со своими сверстниками. И вот чем больше таких контактов будет, тем лучше. Всего в этом новогоднем сезоне исполнились мечты более чем 15 тысяч детей. Добро дарили в каждом районе страны. Вместе с ребятами в гости приходили представители власти, руководители предприятий и организаций. Праздничные представления подкрепляли приятными подарками. И каждый раз доказывали, сказка ближе, чем кажется. Кульминацией праздника стала декабрьская главная елка страны с участием главы государства, на которую были приглашены более двух тысяч детей. А также торжества для лучших учащихся и студентов во Дворце независимости. И каждый раз Александр Лукашенко подчеркивал счастье в улыбках. А сделать будущее наших детей счастливым по силам взрослым.